Эта история берет свое начало здесь, на улице Ульяновской. В 7.50 утра женщина припарковала отечественную легковушку учебного учреждения и повела своего старшего ребенка в школу. В этот момент в салоне машины находился 4-летний мальчик. Подозреваемый воспользовался положением, сел в машину, в которой находились ключи, и умчался в неизвестном направлении. Случай, произошедший в маленьком городке, потряс всех жителей Самарской области. Местные говорят, такие истории происходили разве что в 90-е. Ну, раньше как-то воровали детей, говорили, в Стольятти что-то. А так это вообще нонсенс. Был как-то один раз тоже детей воровали. Нет, так того, честно, такого не бывает. Первый раз такое. Не было еще ни разу не случалось. По словам местных жителей, подозреваемый все-таки одумался и высадил ребенка здесь, на трассе, неподалеку от магазина сантехники. Дальше в дело вмешались продавцы, которые вызвали полицию. Сосед из магазина, который строил материалы, зашел утром, спросил, как вызвать милицию. Мы спросили, в чем дело. Он сказал, что нашел ребенка. Благодаря бдительности жителей Кенеля ребенок не пострадал. Через несколько часов его вернули матери. На Роск автомашины были ориентированы все патрули полиции. Сотрудники уголовного Роск отработали на причастность к преступлению. Лиц, ранее судимых, за аналогичное преступление. Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения. Им удалось выйти на след угонщика. Спустя двое суток угнанный автомобиль, наконец, нашли. Подозреваемый бросил отечественную легковушку неподалеку от своего дома в Черновском. 23-летнего, ранее несудимого мужчину доставили в отдел полиции. За что это доставлено? За кражу автомобиля. И? И в машине находился ребенок. Когда поехал, увидел, что ребенок сидит рядом на сиденье, выставил в магазин его, сказал, чтобы остался в магазине, куда не уходил его забрать. Зачем мужчине понадобился автомобиль и знал ли он, что там находится ребенок, предстоит выяснить следователям. От этого и будет зависеть, какие статьи Уголовного кодекса будут предъявлены задержанному. Анатолий Головко, Константин Головин. События.